Продолжение следует... Этот доклад я хотела бы вот с этого, с этой обложки ротшильдовского журнала «Экономикс», который выпускается каждый год в ноябре, в продаже возникает по миру где-то, начиная с 22 ноября. И это называется прогноз. На самом деле, конечно, и это доказательство сейчас тем более можно будет увидеть, это не прогноз, а это план. Может, где-то прогноз, но в основном это план, желаемый к осуществлению. Как известно, конечно, есть сейчас версия о том, что коронавирус – это вещь искусственная, и из Америки запланировано пришла. Вот здесь молодой человек, к сожалению, я не могу, упустила его ник, он опубликовал на дзене интересную вещь, находку. Вот на этой обложке с прогнозом на 2019 год вышло. Это вы сможете самостоятельно найти и сможете увидеть, что здесь, в нижнем углу располагается такое зверушка, которое называется панголин. Вы сами самостоятельно можете найти еще по этому поводу заявление относительно этого зверя, зверушки в связи с коронавирусом в заявлениях китайских вирусологов. А вот я сейчас зачитаю, что молодой человек здесь написал. Я так думаю. В самом низу картинки слева, что хронологически соответствует последним месяцам 2019 года, можно заметить изображение панголина. Это животное ученые называют промежуточным звеном в цепочке передачи уханьского коронавируса человеку. Напомню, что Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о победении нового вируса 31 декабря. Нулевой процент в Китае, по подсчетам ученых, появился в середине ноября. Так могли ли могущественные финансовые кланы практически за год до этого знать о пандемии, которая разразится на планете? Или это просто совпадение? Вот такую вещь я нашла в интернете вчера. Сегодня, я думаю, долго не получится этих съемок, хотя очень хочется продолжить их. Но как раз очень подходящая информация к тому, что я подготовила как главное, как более такое главное, по главным местам, главные исходы и главная возможность, как я считаю, единственная, которая может нашими силами повлиять и повернуть ситуацию так, как нужно нам, здесь, в России, и нужно всему миру. Я, если, чтобы как следует нынешнюю ситуацию рассмотреть, чтобы узнать, а как же сейчас смогли уже строить глобальную мировую систему, глобальное планирование в этой мировой системе, как же они так сразу вроде бы? Нет, надо расширить масштаб как можно дальше. Как можно дальше. Вот когда я напомню только, не буду подробно останавливаться, но я подробно напомню о том, что нарисовано на однодолларовой купюре вот этого нового мирового порядка. Собственно говоря, сколько он строился, а он строился 20 веков, как минимум. Как минимум. Эту цифру мы находим в известных протоколах мудрецов, так называемых, неофарисеев, неокнижников уже наших времен, которые пишут о том, что их проекту 20 веков. Более того, я настойчиво повторяю, не путать евреев, то есть всех обрезаемых на восьмой день и их среду, на восьмой день от роду и их среду, прошу не путать с истинными иудеями, израильтянами, которых Иисус тоже разделял. И мы должны прислушаться к этому, к его мудрости, что он вышел спасать овец израилевых вот именно от неофарисеев, от фарисеев, от книжников и обличал их. В чем же и так опускаемся на два тысячелетия вниз? А может, опустимся и дальше в связи с пирамидой ростовсического оброчного управления? Может, опустимся до Моисеевой инструкции, которая вот так гласит? «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не давай в рост, чтобы Господь Бог благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Библия, Второзаконие, глава 23, страфарь 19 и 20. Я это зачитывала, но считаю, нужно повторить, потому что, рассматривая долларовую пирамиду, не надо забывать о том, как она работает. Она работает на разнице своим и чужим. А более современным языком уже надо говорить, что по степени ступеней своих и чужих. И как раз мы находим наверху такую отделенную макушку, которая не собирается разделять судьбу всего человечества. Итак, можно заявить следующее. Уже давно, из древней, а может и от азов уже образования человечества на земле, существует два исхода, два проекта, к которому устремляются люди, ведущие человека, образовавшие линии на планете. И одна из них, после многоклеточного царства государства, в котором каждому своё ради блага всем строит своё царство, которое часто называли в древности царство тьмы, где каждому своё, которое написано в железе на вратах Бухенвальда, и, что удивительно, одинаково для евреев и для русских славян. Так вот, наши соплеменники славяне, как было установлено ныне исследованиями наших исследований биофизиков в мире, в том числе американский профессор Анатолий Клёсов, удивительным образом приглашённый в Израиль, и там именно установивший, что вот как раз те самые неофарисеи, потомки фарисеев, левитов Моисеевых и так далее, каганов, когенов, всех, кто правит с помощью так называемых обрезаемых в среды, обрезаемых на восьмой день отроду, хирургическим путём лишаемых значительных свойств участия в общественной частотно-волновой жизни. Вот их он отделяет, как людей со славянскими корнями родовыми, от неразличимой в корневых своих предках евреев. Я добавлю, это то же самое, что караимы, что хазары, что козари и так далее. Сейчас это хавирим. Вот идёт переход к новому названию тех же самых людей. И вы можете об этом посмотреть в интернете подробно, про общины хавирим, где наши, наше потомство, где наши дочери попадают куда, где наши мальчики тоже подвергают себя хирургическим операциям, которые имеют очень тяжкие последствия и для них, и для окружающих, но которые нужны их хозяевам. Так вот, два проекта из древля. Один – наши, наши же соплеменники, сейчас неофарисеи, неокнижники, строят искусственный себе ковчег. Вот только что вышло, вот вчера буквально, в интернете распространена новость о том, что есть заказ Ротшильдовского клана о том, чтобы построить практически моногорода такие плавучие. Вот вам уже ковчеги своеобразные строятся. Строятся и межпланетные. Есть замысел о межпланетных ковчегах для них. И идут очень активно разработки биокибертизации. Даже искусственный интеллект теперь доказан, теперь стало ясно, наконец, то, что было ясно еще в Советском Союзе нашим ученым, специалистам, разработчикам. Было ясно, что неэффективна техническая роботизация, что искусственный интеллект имеет существенные ограничения в его использовании для управления народом, для управления народом с помощью посредника вооруженного компьютера. Так вот, и сейчас все переводится на основу био. Био. Из стволовых клеток искусственный интеллект пытается построить. Из роботы, как биороботы, в которых лишаются определенных свойств люди, к которым вставляются не только нейрочипы, но и надо ждать наночипирования, что очень опасно и неконтролируемо для человека совершенно. Совершенно неконтролируемо. Это наше потомство. Вот если Трамп и Зеленский оба заявили о троянском коне, ясно, что у Зеленского творится в Украине, на Украине, то нам очень важно сейчас в себе найти вот эту основу и найти, а какие же исходы. Ну вот один проект нам все, ясно. Они хотят добиться, как мы знаем, вот Рокфеллер, старик умер. Сколько раз? Семь раз сердце ему пересаживали. Вот добиться бессмертия с помощью всего искусственного. Для этого им нужна биомасса, био наши органы, наших детей. Им нужны наши дети, превращенные сначала хирургически, так не очень заметно вроде бы на внешность, биокиборги первой степени, а потом постепенно и изъятие органов, чипирование и так далее, вплоть до специализации биороботов по специальностям. И вот с помощью этих биороботов, да, можно устроить этот проект реален. И наше бездействие, наша помощь здесь только усугубляет возможность вот эту. А почему, что значит наше действие? Как мы помогаем этот проект строить? Помогаем мы, конечно, тем, что мы кормим, что мы не хотим разобраться, но главное, главное, это помогают наши молодые люди, наши изобретатели из России, которые разрабатывают биокиборгов, разрабатывают нейрокостюмы поначалу вроде бы, которые как бы соединяются с телом, вот, и начинают управлять здоровьем человека. А ведь у нас, оказывается, самое главное, это здоровье, выживание и так далее. Мы потеряли вот это уже русская насмерть. Насмерть мы нигде не идем. Вот как интересно все складывается. А как строить это царство света, о котором мы мечтали, где каждому свое ради блага всем? Ведь сотворено наше разумное сообщество клеточек, которое находится под управлением царь-царицы в лобовой части, которое находится под управлением высших нейронов, когда-то выстроивших, руководящих, государства образовавших многоклеточное царство. И вот когда-то они вдвоем, и сейчас вот Руби-матери вдвоем, выстраивают заново и заново это общество, призывая из, ну, скажем, из космоса, призывая всех, кто дальше хочет и намеревается участвовать в этом сообществе. Оно же многорасовое. У нас есть клетки печени, есть и так далее. И вот стволовые клетки могут, благодаря вот этому своему, своим действиям внутри, брачно-родовым, мы все знаем, что наш организм сексуален, двухсексуален, что там идут гормональные процессы, что есть у нас разработки наших медиков, о том, что идет война полов, клеток половых внутри. Одни имеют женское, другое мужское. Если у нас эта война есть в мозгах и в душе есть, то есть вот надо осторожнее относиться нам друг к другу. И очень сложно строить это царство сейчас, когда нет, все пойманы в городах. Ведь речь не идет о том, что только в России крестьяне лишние. Просто нам это сказано в лицо. Крестьянство лишнее. Будут моногорода. Но ведь по всему миру, посмотрите, крестьянство исчезает. Крест, янь, инь. Вот крестьянин как раз тот, который живет брачно-родовой жизнью. Мы сейчас в Конституцию, слава Богу, вводим какое-то мнение о браке. Мы сопротивляемся. Но мы при этом не сопротивляемся совершенно, как рушится этот брак у нас прямо даже, прямо в церкви нашей. Как? Да посмотрите, у нас допустили перевод, никому в здравая мысль не приходит до сих пор, о том, что у нас Троица гомофильная, у нас два отца, один сын в Троице. Это что, идеал брака? Ну нет же, как можно? Оказывается, Святой Дух, и мы смотрим советские наши востоковеды, кстати, женщины, потому что их больше это волнует, они перевели просто-напросто с арамейского и с еврейского, перевели старые документы, особенно которые в прошлом веке были вновь открыты. И эти документы говорят о том, что Святый Дух – это женский род, это супруга Отца Небесного, Матерь Сына Небесного, как плода совместного любви в истине, силе, жизни. И это совпадает, кстати, с тем, что есть сейчас, ныне появилось в иудаизме в связи с вновь открытой у них книгой, которая пришла к ним с рынка, с базара. В XIII веке книга «Сияние». Может ли быть, для того, чтобы сопротивляться или выбирать что-либо, надо знать, что выбираешь. У тебя не будет силы воли, тебе высшие твои связи не помогут получить, не помогут низвести вместе с себе подобными, низвести мощные энергии на сотворение нового сообщества, если ты не понимаешь, как раньше это было и как ты вообще смог быть вот этим многоклеточным, великим, разумным организмом, великим. Потому что история твоя начинается очень глубоко в начале Вселенной. Вот я в связи с этим хотела сразу сказать о том, что знание, слово о том, как устроен естественный мир, вроде бы разное, но оно не может быть разным. У нас же один естественный мир, поэтому у нас может быть только одно знание слова в слове. Но знание в слове – это всегда скользко, это всегда ускользающее нечто, что мы сейчас застопорили, формализовали, а каждый понимает это слово по-своему. И вот на это у нас существует великая русская, русские древнейшие слова с приставками «со». то есть в ощущении с кем-то вместе мы можем эти слова дополнить до истины, дополнить и получить подтверждение такое вроде бы, ну вот вроде примитивное, суд присяжных. Они вот садятся, и пока не придут к единогласному решению, они не встают. Что они делают? Они ищут через «со», через сердечно-кровеносную свою излучательно-приемную, резонирующую длинными волнами, распространяющиеся и на наши мозги, где идут короткие волны, там до 10 герц идут частотные волны, которые можно с которых снимаются энцефалограммы. Мы можем это наблюдать, следить, и мы можем вдруг прийти к одному мнению. Вот не зайдет нам ощущение, что здесь правда, и мы начнем здесь искать, и мы ее найдем. А здесь ложь, и мы начнем, внимательно отнесемся, и мы найдем, что здесь ложь. И вот это общее решение «со» это наше исконно русское, которое жило, помогало нам иметь громадную силу, живя очень аскетично, материально, без рабов, а с помощниками животными, стихиями, с помощниками наших лесов, полей и так далее, с помощником космоса, в котором есть естественная часть и искусственная часть, в которой формируются наши изобретательные, изобретенные всякие информационно-энергетические такие сообщества, раковые, опухоли такие. вот мы должны это почувствовать. Это очень трудно в городах. Хотя вот помните, когда было вот «Крым наш»? Ведь многие люди почувствовали какое-то необыкновенное вдохновение или бессмертный полк. вот необыкновенное что-то начинается временами, да, не всегда, то не спадает, то опять появляется. А кто хоть раз чувствовал взаимную влюбленность, тот знает, что это то, чего он больше всего хочет. Он хочет этого. Мужчина хочет вдохновения, а женщина в этот момент получает полное открытие себя, полный покой в этот момент, полное в молчании. Когда вы друг другу начинаете говорить «Я тебя люблю, я тебя обожаю, я тебя это», это значит, что вам чего-то не хватает. Это значит, что у вас чего-то нет, у вас нет вот этого резонанса в со. Не я придумала все это, конечно, все это я беру из, сравнивая не только из естества знания, но и сейчас посмотрела после того, как мое официально зарегистрированное на мое имя открытие уже было в 91-м году депонированы материалы, то есть как бы опубликованы считаются мои статьи недостающие, которые невозможно было опубликовать ввиду конфликта со всем псевдо-атеизмом нашей науки и точностью доказательств, незаконно существуют, обманом существуют в науке. но сердце ваше должно вам подсказывать, когда вы чувствуете, что здесь правда, это в вас работают резонансы вот эти. И вот в этом отношении посмотрите, мусульманский поход я говорила, говорила, вот сейчас говорю в связи с коронавирусом о плановом наведении хаоса ради того, чтобы оставить то, что когда-то Ясин в 2011 году в Австрии на пресс-конференции сказал. оставить Бразилию мирового фермера, оставить мировой рудник Россию, оставить Китай мировую фабрику, оставить Америку как интеллектуальный и финансовый центр, остальные подлежат от остальные подлежат вот утилизации, биокебаргизации, на органы и так далее. биомассы и у русских еще кусок есть многим русским, особенно молодым людям. Вот есть доля в этой пирамиде где-то может и вверху, не знаю, но сомневаюсь, что очень высоко, потому что пока ты изобретательный, пока твое творчество еще не умерло, пока тебя не обрезали, твое потомство еще живет вот эта творческая вещь, которую ты используешь незаконно для изобретения всего искусственного. Вот ты тогда там нужен, ты в Америке нужен, ты нужен в Китае, ты нужен, чтобы изобретать искусственное, но твоего потомства надолго не станет. Только в России было и всегда, и сейчас возникают наши талантливые изобретатели этого искусственного, только по той причине, что еще мы живы в нашем со. Вот это со пока что как резонанс из прошлого, из прошлого крестьянской земли, из прошлого наших предков, которые еще не покинули здесь, как бы над нами хранят в космосе вот этот естественный поисковый, так сказать, поисковый космос, небо, где собираются те, кто естественным путем идет. Вот пока они еще есть здесь, от нас можно брать. Ну, сколько мы изобретем, сколько к нам придет изобретений с других планет через этих наших в основном молодых людей. Но они будут участвовать в уничтожении русского народа России, то есть самого проекта, где каждому свое ради блага всем. Вот чтобы это значит первый проект. Это второй проект. Что делать с эпидемиями? Она может неконтролируемо вырваться. Но я не допускаю такого момента, что не были разработаны предварительно. Раз указано, что было это планово разработано, значит планово разработано и лекарства от этого вируса и от других, которые будут разработаны. Вы посмотрите, насколько направлено даже дети практически не подвергаются. это уже вызывает. Это все нужно было для финансового хаоса. Кого свалить? В первую очередь Европу, Россию и Китай. В первую очередь еще и Мексику. И посмотрите, как раз у них самые большие волатильности валют. Путин после восьмого года, мало кто заметил, но он выступал, что у нас готовы все мероприятия для развалютизации. Я думаю, что они готовы и сейчас. Я думаю и надеюсь, что мы сможем как-то повлиять на все. но вот смотрите, что нам надо сделать. У нас уже схватили тарифами, схватили нагрузками в тарифы ростовщическими и так называемые налоговые, но это обручные все нагрузки. Я показывала эту схему. Я показывала еще схемы о том, как работают на мировом рынке эти схемы, как Китай противостоит сейчас Америке и многие считают, что он сможет противостоять. Это неправда. Китай не сможет. Есть два проекта. Вот один каждому свое ради блага всем, поддерживаемый высшим над вселенской частью, в которой есть и законы, и есть замысел относительно сотворения, в том числе и многоклеточного существа разумного и далее многочеловеческого. Есть замысел, есть план образ вот в виде той самой матрицы, которую я показываю. Эта матрица была у наших предков еще с гиперборейских времен, которая в Аврамовой книге «Сияние», «Загар» по-еврейски называется, зафиксирована. Другое дело, что там опасно, там еще надо опираться и на дальнейшие вещи, чтобы знать, почему человечество уходит все время в тот проект. Как так получается, что Россию все ненавидят, русофобия имеет могучее просто влияние. Почему и как такое зомбирование происходит? А вообще-то эти два проекта это междоусобица. Это не наша война и не война с какими-то расами или с евреями, например, там хазарами. Кстати, вот хазары куда исчезли? Куда исчезают евреи, когда перестают обрезаться много-много веков поколений? Туда исчезли основная масса хазар. Их нету сейчас. И вы это найдете, это загадка великая. Хазары, караимы, это все одно и то же. Исчезают, потому что прекращают, потому что начинают понимать, что над ними висит угроза. Не хотят своих детей портить. И вот почему же эта междоусобица внутри славянского народа. Да, там несколько гаплогрупп, как говорят эти биохимики генетические, несколько гаплогрупп, но это не имеет значения. Это все славянские родовые корни. Это все тот народ, который делится постоянно на две части, и одна на своей земле остается со своими понятиями, со своим проектом и поиском, которые знают, что эти ощущения велики, они дают могучую силу и радость жизни. Радость жизни дают. Да, это аскеза материальная, да, это своеобразный такой труд, но там громадная радость, потому что там и только там вообще-то существует брачная родовая жизнь, которая привела живой мир, привела постепенно от самого начала, все укрупняясь, все замедляя, все замедляя темпы жизни и температуры все более холодные и все более долгоживущее существо сообщества. Всегда любое существо есть сообщество. Вот эти два проекта это все, это оба проекта и оба они одного и того же племени, а вокруг туда-сюда примыкают, отмыкают и так далее все остальные. Ну вот как когда-то примкнули же так сказать информационно-энергетические сущности, примкнули к той эволюции, в которой многоклеточное сообщество формировалось. И вот они живут, живут вместе с человеком 10 в пятой степени дольше, обновляясь, восстанавливаясь и так далее. Вот соблазн такой или радость такая, как хотите, так и называйте. А соблазн первого проекта единственный. Либо стать и забраться в эту энии, не о прекращении пути, который до сих пор, до многоклеточного существа, сообщества пройден был от самого начала. Вы найдете эти описания к такой трактовке, найдете описания и в предыдущих съемках, а также на сайте «Русский бастион» «Тауэр Либертас портал». Там нажмите «Автор», выйдет список авторов, и там курсивом, только долго надо ждать, есть описание к открытию, то вы там найдете и формулы математические, и выводы, и конкретный материал, и библиографию к этому открытию. Меня многие спрашивают, просят конкретно, более конкретно рассказать и о самой эволюции, которую можно сейчас уже точно так представить с помощью естествознания и так далее. И в том числе вывод и этой матрицы, о которой я все время говорю, нерусское слово, план, образ. вот выйти из этой ловушки тарифной мы подготовили. Мы хотим собирать подписи с обращением к руководству страны. Я считаю, оно заинтересовано, и это будет подробнее когда-то можно будет рассмотреть на схемах, которые были представлены в предыдущих съемках, и на схемах вы сами убедитесь, что это выгодно нашему бюджету, нашему экспорту, и мы можем не хуже китайцев быстро, очень быстро выйти совсем на другие вещи в мировом рушащемся мировом устройстве сейчас, вот в этой мировой пирамиде. Мы из подошвы можем уйти, как Китай встал практически на некоторое время, встал на вершине пирамиды, и они там потихоньку что-то делят, и как-то пытаются не очень-то всех привлечь внимание к тому, что они там как все устроили себе такие громадные потоки капиталов, мозгов, богатств за копейки. Вот это первое. Никого не кормить, не участвовать в тех исходах, про мусульманский поход мы уже говорили, не участвовать, потому что нам, нас это не касается, нас это не коснется больше, и все мусульманские, которые у нас тяжелые вещи, они только за деньги работают. Как только деньги перестанут поступать, они тут же заглохнут и пойдут куда-то, где можно на самом деле или просто начнут как раз трусливо прятаться и пытаться выжить просто-напросто. Вот это первое, не участие. Второе, как мы узнать, это второе, заиметь знания о том, а кто мы, где мы и вообще имеем мы какую-то ценность или надо упасть на колени и ползти и молиться на тех, кто нам даст хоть что-нибудь покушать и выжить сейчас. Так вот, это знание я предлагаю брать. Вот там изложено кое-что, оно такое же и берите из этой книги загар. Ну вот я скажу только опасности, об одной хотя бы опасности. Здесь как раз в кабале вот вот по крайней мере Михаил Лайтман. Кстати, блондин голубоглазый, вот такой прям семит-семит. Вот, ни капельки у него семитской крови. Если есть искажения какие-то типичные, то это связано с вековыми там эндокринными наслоениями, вот того, чего не надо. но тем не менее он в своей книге, вот именно этой, в части третьей, на странице тридцатой, я только это зачитаю, можно и другие вещи тут посмотреть, он пишет о том, почему Иосиф делал обрезание своим, своим детям. Вот это очень важно, почему? Потому что, во-первых, не Аврам делал, это уже сомнение, то есть еврейские предания вот здесь, которые изложены, видимо, в книге, возможно, в книге Загар добавлены, я не знаю, откуда он взял, но он сам вот пишет, что Иосиф делал обрезание новообращенным, оторгал три клепот от клик лучше, в основном его желанием было исправить тех ведьм, но я пропускаю еврейские названия, ведьм, дьяволов, что родились от извержения семени Адама, это речь идет об анонизме, когда он вне эвы, вне брака пользовался, пользуясь тому, что, и тут он пишет, так как это самые, есть самые высокие души, исправить которых, в принципе, возможно, только посредством множественных круга оборотов душ, то есть, когда это все направлено, как следует сосредоточено, а тут вот есть такое вот желание раз, и исправить одним махом, убрать, начиная с, на восьмой день начинает открываться сердечная чакра, как мы знаем по ноге, в принципе, здесь использованы знания йоги, и они есть в этой книге загар, безусловно, потому что это просто устройство такое радиофизическое, живое космоса, мира, и он пишет, но, но, я могу вам показать, и это опасно, это опасно, почему, потому что это призывает к обрезанию, это призывает к обрезанию, к воспитанию с чистого листа, вот с чистого листа подавляют ребеночку, подавляют, ну, во-первых, как доказали американские ученые, уже на четвертый месяц, это профессор Дэвид Чемберлин, книга «Ваш разумный новорожденный ребенок», во-первых, подавляется, глубоко подавляется сердечная, со-чувствие, вот оно, частотно-волновое сердечно-кровеносное, подавляется со-знание, со-весть, весть – это весть, когда со – это когда сверху идет, когда и в вас внутри со работает, оно, вы иногда не можете даже осознать, почему вы не можете вот так поступить или что-то, а вам, у вас работает вот с космосом, с хорошим естественным космосом, то бишь, работает не с больным, а с естественным, работает ваша совесть, совесть с теми, кто там в естественном космосе существует, и вы, это вас направляет куда-то, вы вот знаете что-то, а тут вы еще ощущаете что-то, вот в связи с этим я считаю, что это это очень опасно, потому что я могу показать. Дальше этот же Иосиф, и это видно на мною найденных фресках из Египта, так, Татьяна, фрески из Египта такие существуют, Будьте добры, Ярослав, будь добры. То есть, просто рассказывайте. то есть, в Египте после этих всех экспериментов было видно, что хотели как лучше, а получилось как всегда у наших соплеменников, как и мы тут много такого делаем, и они увидев последствия, то есть, как американские ученые исследовали в 70-х годах, когда поголовное обрезание в роддомах произошло без ведома родителей поголовно всех мальчиков в Америке, в Африке, в Старой Европе, даже в королевской семье, которому воспрепятствовала только принцесса Диана. Я думаю, вполне возможно ее поэтому убрали. И вот, увидев последствия, они перенесли на пленных Египта. Вот здесь пленные Египта их обрезают. Но посмотрите, в подростковом возрасте почему досохранили главные свойства вот эти со-чувствия, со-весть, со-силу, которые дают какую-то жизненную. И это не тот самый, который малышом в 4 месяца согласно вот книге, примечаниях книги профессора Дэвида, о которой я сказала, ваш новорожденный разумный ребенок, это не только сохранило силу, энергию жизни, но при этом уничтожило полноту брачного акта. Это обрезание лишает, как там написано у американских ученых, сексуального удовольствия, прачный акт. Это означает нет полноты, нет полноты. И это означает, что начинается маята, маята, поиск, где, он же живой, он хочет, он способен влюбиться, он ищет, начинается, как сколько там жен у этих бывало некоторые времена. Вот. И унижение женщины, конечно, безусловно. А это значит, уже доброкачественного брака быть не может. И здесь он на этом остается. Он считает, что это нужно, что это хорошее дело. Вот я не согласна с этим, в этом слайдманом. Раз. Во-вторых, во-вторых, именно Моисей уничтожил все старшее поколение только потому, что оно не годилось быть таким безропотным, трусливым и годящимся на обманы всего народа, народов. То есть обрезание на восьмой день отроду было возобновлено Моисеем, а старшее поколение было уничтожено. Вот они там, неважно, это были эти 40 лет, не было, но старшего поколения не было, и Моисей сказал, это его слова, что вот те знали добро и зло, а эти не будут знать добра и зла. И стоит как следует отнестись к слову психология, чтобы узнать, что если мы употребляем это слово, это означает, что мы давно-давно признали существование живой радиофизики наших отношений. вот это частотно-волновые, вот эти все резонансы в подобии плана, образа, замысла, ощущения, которые нам дают яркую, яркую, действительно, ту жизнь, для которой мы созданы еще пока. Еще пока мы не уничтожены. Ладно, все скажут, а Иисус, я вам еще раз повторю очень важную вещь. Вот у меня Библия, вот Новый Завет, вот Иисус что говорит книжникам и фарисеям, против которых он вышел, чтобы спасать евреев, падших овец израилевых. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и ходящих ходить не пускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делайте его сыном Гиенну, вдвое худшим от вас. Вы представляете, это что? Он себя так называет, сыном Гиенны. Он не относит себя. И это канон. Это от Матвея. Это 23 глава от Матвея. Вот это очень важно. Ладно, а мусульмане наши, а что тут такого? Они же у нас вроде бы ой-ой-ой. Оказывается, вот вам я перелистала весь Коран. Вот он такой малюсенький, хороший, хорошо изложен. Вот нашла аят 119 сура 4. Они взывают вместо Аллаха лишь к существам женского рода. Они взывают лишь к мятежному дьяволу. Аллах проклял их, и он сказал, я непременно заберу назначенную часть твоих рабов, я непременно введу их в заблуждение, возбужу у них надежды, прикажу им внимание, обрезать уши у скотины и искажать, и прикажу им искажать творение Аллаха. Кто сделал дьявола своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток. Но дьявол не обещает им ничего, кроме обольщения. Их пристанищем будет геенна, и они не найдут пути к спасению оттуда. Вот и не зря нам сказал зам главного муфтия Абясов сказал, когда Гурцкая возбуждала уголовное дело против обрезания пятилетних мусульманских девочек, и привлекла к этому и министра здравоохранения, и главного гинеколога страны, и привлекла зам главного муфтия, и зам главного муфтия. Соответственно, в соответствии с Кораном сказал, тяжелейший грех любое телесное повреждение человека. теперь я, значит, вот исход, что мы тут должны делать? Беречь, беречь наших, ни за что, ни за какие деньги не разрешать, осудить Малышеву, ее все эти между собой договориться, ни за что не продаваться, а предлагаются, и там работают очень большие деньги, вообще на Хаверим, по всей России, Украине и так далее. Вот какие большие деньги, это только один Абрамович, только. У меня есть целые списки, кто и сколько. Вот, 500 миллионов долларов, миллионов долларов, у нас награбленных ростовщиком Абрамовичем подарил общинам, синагогам и так далее. Там большие деньги крутятся. Я это знаю точно, по собственным, на собственной личной жизни. Об этом сейчас не хочу говорить, потому что хочу сказать о главном, как нам выходить из всего из этого. Вот мы исходы просмотрели, каждый из них, это может быть сейчас срочная эпидемия, это может быть наше желание участвовать в мусульманских войнах, и мы тут возьмем, и будем столько участвовать, чтобы вообще умертвить все русское на нашей земле, то есть умертвить людей, потому что это громадные средства, расстройства, и вообще не стоит влезать в чужие. Европа виновата, и пусть она сама справляется со всеми этими вещами. Вот с деньгами. С деньгами это тарифы, это мы можем преодолеть. Деньгами нас не задушишь, если мы выступим дружно и поможем нашему руководству, поможем и покажем, как убрать нарушения налогового и кредитного кодексов, которые запрещают вставлять нам в тарифы монополий каждому из нас вставлять кредиты, которых мы не брали, и вообще все расставщичество, дивиденды, которые мы не обязаны платить, и налоги, которые даже запрещены налоговым кодексом для оплаты, для того, чтобы нам нас заставляли это оплачивать. Поэтому вот это у нас проработано, мы будем собирать подписи, давайте активизироваться, давайте устроим себе себестоимость китайскую, то есть не менее двухсот раз в двести раз снизить себестоимость жизни и производства у нас в стране, а значит повысить во столько раз производительность, о которой так кричат те, кто нам устроил из высшей школы экономики через Гарвард устроил такую себестоимость. Мы это можем сделать, это нужно руководству страны, это заставит нас плюнуть на те трубы, которые мы никак не можем провести, сколько мы потеряли уже средства. Мы перестанем так волноваться о том, что мы мало продаем, потому что можно добавить смело два нуля и еще умножить на два к прибыли, которую мы сейчас получаем от экспорта. Мы можем продавать в сто раз меньше и получать в десять раз больше и не волноваться. А главное, мы утечку можем превратить в притечку. Да, мы качнем, а точнее мы ускорим обрушение, которое, как видите, и так планово запланировано. Вот это вторая линия. А если будем это все продолжать делать, если не будем пробиваться и доказывать, а у нас руководство удачное сейчас, это вам не высшая школа экономики уже, а как раз налоговая служба, которая прекрасно знает и не связана, что главное, не на крючке, а этом. И без помощи снизу, громадной помощи, не сможет руководство ничего сделать, не смогут выйти. Как они смогут, если их снизу мощно не поддержат и не потребуют исполнить то, чего должен исполнить, например, президент? Он гарант закона. Ты показал нарушение в особо крупных размерах, связанных просто с геноцидом у нас и прежде всего русского народа. Вот, ты показал, изволь, надо, вот куда надо направить, а не обращаться в ООН и не бегать туда сейчас за новой конституцией, которую только что мне сообщили. Ах, в Америке уже издана наша другая конституция. так вот. Нам не нужно. Ничего хорошего мы оттуда пока не получали и не получим. И теперь перехожу, а что же нам делать, как нам выходить из всех этих, что нас обложили, вот этим монстром-бюрократом, который превратился в цифрового преследователя и претендует на дикую точность в своих формулировках, а при этом получается, что у него такая точность, что люди просто погибают от этой точности, оставаясь вне защиты закона, оставаясь вне защиты каких-либо наших организаций судебных, даже церковных. Наша служба нынче служит не нашему народу, получается. не тому, что говорил Иисус. Вот, по крайней мере. Для этого я хочу вам прочитать вот некоторый отрывок из... Есть такая книга «Гиперборейская вера русов». И здесь есть два автора. Вот, Дмитрий Логинов. Это учение излагает Гипербореев. Очень интересно, потому что действительно очень совпадает с тем, что в естествознание уже вышло. И есть вот именно в этой вот гиперборейская вера русов Кирилл Фатьянов. Вот. То, что теперь называется христианской религией, существовало у древних и было присуще вообще человеческому роду от самого начала веков и до пришествия Христа, с которого времени истинная вера уже существовавшая стала называться христианство. Вот я хочу тут прочитать то, что пишется. Описал, например, Милованов, а потом граф Михаил, историк, граф Михаил Толстой, это старший Льва Толстого, который писал в своей книге «История Русской Церкви», написал, что крещение князя Владимира и первое же слово первого русского митрополита Илариона было слово о законе и благодати и направлено было против хазарского иудаизма государственной религии хазарского каганата. Вот иудаизм, как известно, вот кому сейчас это известно, мне интересно, ставит превыше всего не благодать, но точное исполнение многочисленных предписаний. Я добавлю, эти предписания и есть тот самый бюрократ, цифровой монстр, о котором Мишустин сказал, как о главной проблеме. Вот точное исполнение этого закона. Так вот, именно это слово митрополита Илариона о законе и благодати остался в истории церкви назван, остался как суд над судом, суд над судом иудейским. Вот и тут говорится о том, что вот это крест именно, многоконечный крест сыграл громадную роль. Но Владимир, князь Владимир предоставил всему народу духовное оружие против тех, которые вели с русами идеологическую войну. Вот, видите, вот у нас в Конституции идеология, религия, а мы еще толком не перевели эти слова на русский, не знаем, что это такое. Но чем же привлекал, как могли русские вот тихо-тихо поддаться хазарскому угнетению? Кто такие хазары? Я уже говорю, хазары, хазары, караимы, евреи, хаверимы, козари. Это разные именования хаверим. Хаверим переводится на русский язык товар ищи, я повторюсь, то есть посредник товарно-информационный, информационно-энергетический, посредник, раковая клетка. Вот. А чем же так они взяли? Вот оружием оказалось, нельзя с ними бороться. Вот сейчас все понимают, очень многие понимают, что-то не так. Вот и законы не те, и в суде творится полное беззаконие, и вы не можете ничего не доказать, не найти защиты никакой. Потому что закон, если он без благодати, у него всегда есть Моисеева двойное дно. Почему? Двойное дно применения. Почему все словесные договоры, ну вот сейчас Путин насчет этих наших договоров, минских соглашений, ну прямо вот очень хорошая иллюстрация, как можно каждое слово извратить, как все можно перевернуть, и как можно вообще очевидную даже правду закопать. И в этом отношении вот что же говорит митрополит Иларион? Закон Бо предтеча Бе и слуга благодати и истини. Истина же и благодать слуга будущему веку жизни нетленной. Ну вот именно в Царстве Небесном и так далее. Да, сложновато, но в те времена это всем было понятно, потому что в те времена в русском языке в отличие от той грамматики славяно-греческой, которая потом параллельно с этим как бы спасительным суд над судом шла постепенная злонамеренная вещь. Вот злонамеренность в сокрытии со. То есть сама-то благодать названа, а суть благодати начинают отодвигать в этих словах с приставкой со весть со. То есть нет этого в грамматике Кирилла и Мефодия. Нет в греке. То есть уничтожали правда, как это, первородный смысл слова. И оно к настоящему времени уничтожено. Вы спроси, что такое благодать, вы толком не сможете даже объяснить. А вот с помощью слова со, понимая его правильно, то есть приставка отдельно, корень отдельно, вы начнете открывать для себя вот эту радиофизическую частотно-волновую, сердечно-кровеносную, очень сложную жизнь радиофизическую. Вот. Чем привлекал Хазарин? Вначале они предлагали народу, вспомните, диктатура закона у нас была введена в начале, вроде бы более привлекательный закон, и поэтому призыв сопротивляться Хазарам наших князей вызывал бунт наших лидеров, ну, лидеров я тут добавляю. Вот получалось, что Хазарин привлекал кажущейся поначалу удобоприемлемостью своего закона без благодати. Князь Киевский тех времен Владимир крестил Русь, то есть непосредственно обратил многих к тому учению, где раз и навсегда превыше закона была поставлена благодать. Благодать, которая получается только в со. в со вести, со читания, со и привлекаются мощные космические, а главное в брачно-родовой жизни и народной расовой жизни привлекаются надвселенские силы, откуда истяжаются испокон веков на со творения, стяжаются силы жизни. В этой грамматике, кстати, там уже творение, творение, не со творения вместе с разумным существом, а творение. Вот так потихоньку идёт вот так уничтожение. вот здесь я хочу, вот как описывает Миролюбов «Сакральная Руси» книга, это в 97-м году была издана книга, а умер, я специально это говорю, он умер в 70-м году, то есть он не видел того, как у нас сейчас постепенно аналогичная история созрела, ну, назови её хазарской, караимской, хаверимской и так далее еврейской. Вот хазары, хазарская ига была весьма ловкая и тихая. Сначала они ставили свои фактории и устраивали стражу при них. Это из своих, это среди нас ставили торговые центры. Вот, пожалуйста, фактория, это склады торговые и так далее. Во внутреннюю жизнь русов они не вмешивались, а порой даже защищали их от врагов. Вскоре дирекция фактории под предлогом защиты от врагов увеличивала охранные отрады, армии увеличивала свои. Потом начинали заводить свою администрацию, которая отнюдь не давила на русов. После же существования этой администрации оказывалось, что все принадлежит Хазарам, и что без их воли нельзя ничего делать. К этому времени оружие уже было отобрано у населения, и всякий способный военно-начальник истреблен. Дальше начиналась жесткая эксплуатация. Вот насчет истреблен сами русские сдавали своих военно-начальников, которые, ну, как мы знаем, наша элита время от времени приходила в некрасивое состояние. И вот получалось, что Хазарин прижимал руса уже нестерпимо, и тогда было уже поздно. Боярина больше не было, он либо погибал от хазарской руки, либо бежал на север. Таким образом осуществлялось тихое завоевание Руси хазарами и распространялось все дальше. Бороться с этим силой оружия было практически невозможно. Вот это описывает человек, который умер в 70-м году и имел источники, которые, ну, здесь ссылаются на многие вещи, я не буду говорить. Вы эту книгу можете найти, она есть, это лаборатория исследовательская Логинов, его лаборатория. Итак, у нас нет никакого другого выхода. Что такое суд над судом в наше время? Вот я хотела бы последнее что сказать это об этом. Почему? Потому что нам придется суд над судом иудейским делать как превышение призвать вот это благодать, то есть практически это суд присяжных в церкви, внутри церкви, потому что некому больше проводить этот суд над судом. И как и во времена крещения проводил этот суд над судом наша церковь проводила. Тогда не было другого учреждения. сейчас вас в церкви не только не защитят, но там собрались многие люди, которых ну которые ну просто негодяи и злодей. Вот так их иначе не назовешь, но они делятся деньгами, строят храмы и выступают на телевидении на Спасе, на передаче «Мой путь к Богу». Я лично знаю такого человека, знаю сколько людей обездолил, сколько людей он способствовал разорению тех, кто ему доверял и кто кто ему доверял и поэтому только он и смог трусливо их разорить и ограбить. вот что такое суд над судом, как мы его будем проводить. Потребовать ввести в Конституцию или отдельным законам ввести требования о том, чтобы служители церквей, мечети, храмов, мусульманские, правоверные и православные русские храмы, чтобы участвовали или совершали свои суды, дать им полномочия, может быть, участие в существующих учреждениях суда государственных, при этом полностью убрать институт адвокатуры, который откровенно продает своих клиентов своим. Вот откровенно живет по Моисеевому закону своим и чужим. И любой закон оборачивают в исполнении применения его ради своих, отбирая земли и имущество. Есть конкретные наработанные примеры типовые такого захвата русских земель по всем регионам и русского имущества. Сделать с ними в рамках существующего суда, в рамках существующего закона ничего с ними не сделайте. Хирургически вырезать, как это погромами пытаются по другим странам, никогда в России не делалось, понимая, что это неразумно и невозможно. Были вот эти районы оседлости и с одновременным жестким надзором жандармерии за тем, чтобы не портили младенцев. Постепенно как бы приходили сюда в себя и могли выходить. Но этого мало. Есть лечебник, который привез Гурджиев из Тибета, тибетский лечебник, которым приводится в состояние, наверное, верю, что такое смогли сделать наши предки, те же самые там около Иосифа и так далее. И лечили свое потомство, приводили его в состояние уже в состояние участия во всех ссу, то есть к самостоятельной жизни, частотно-волновой и так далее. И есть и есть в конечном счете главное и необходимое условие это уйти из городов, оставив их самих определять свою судьбу. Мы не должны отвечать за раковую опухоль. Раковую опухоль мы не должны спасать и кормить. И мы ее не кормим, когда речь идет о нашем собственном организме. Надо просто понимать эту природу и не злиться, не кормить, а уйти туда, где давно надо уже вернуться, потому что иначе, если мы не вернемся к брачной родовой жизни на земле нашей прежней, если не вернемся, у нас не будет ни брака, ни семьи, о которой сейчас заявили даже в Конституции, ни отношений с Богом. Вот отношений с Богом, как патриарх нам переводит, что религия переводится, это связь с Богом, не будет, если не будет, брачно-родовых, народных, то есть расовых общин с тем, чтобы и другие присоединялись как примером, а не смешением, потому что главное сейчас постановить нам эту жизнь, и не потому, что так плохо в городах с этим захватом, с этим уничтожением, а потому, что только там вообще спасение может быть, и здравоохранение, и образование, и все эти вещи деньгами не поднимете и не узнаете в этом образовании простой, здравой, элементарной правды о том, как устроен естественный мир, как мы устроены, и будете гоняться за тем, чтобы себя украсить, себя посадить в машину, в оболочку, в какую-нибудь, чтобы вас кто-то уважал, или еще что-то, и будете гоняться за деньгами. Вот, я хотела коротко, может быть, все это говорю, я, я говорю коротко все это, но я тороплюсь, мне надо, понимаете, сейчас в связи с коронавирусом я выезжаю. Выезжаете из Москвы? Выезжаю из Москвы. По указанию с Азиани. По указанию Собянина. Потому что мне вот пошел 80-й год. Я, я там, конечно, продолжу все, что я здесь делаю. Надеюсь, Ярослав будет приезжать или будет пользоваться тем, что мы там снимем в нашей Калужской области. Все же не зря там Циолковский был, его друг Чижевский. Не зря они столько написали о живом начале материи. Это все не зря. И не зря там творятся самые жестокие события относительно вот этого ига, относительно этого порабощения и беззащитности. Вот я думаю, что я думаю, что знание, умение обойтись деньгами по тарифным схемам, понять, как устроено это все. А вы в предыдущих, я думаю, во второй съемке там хорошо раскрыто более-менее знание можно еще обратиться на сайт русского бастиона. Это Тауэр Либертас. Там дуб и русалка на ветвях сидит. И вот там найти мои описания, которые задепонированы, зафиксированы и приоритет бережется. И есть вещи непреодолимые. Я хочу вас обрадовать тем, что есть космические силы у проекта, где каждому свое, а есть надвселенские силы для проекта, где каждому свое ради блага всем. И это вещи несравнимые. Вот почему бесятся все русофобы, что мы еще не погибли, что мы еще ищем. И вообще-то нищета нас заставляет думать. И коронавирус тоже нам помогает сесть и как следует задуматься. У нас есть время. Ура! до .